Автор неизвестен, орхидея, смажем умброй, чтобы не лезла в белое на чистом white spirit, т.е. он будет неактивной смазкой. Да, быстро высохнет. Да, и просто будет держать гамму, т.е. уже не будет разбилки на таком… Сдерживать будет все тона. Да, да, да. Уже как бы… Т.е. это очень полезно, особенно начинающим на тонированных лиц, и начинающим все пишут, мало кто пишет на белых. Белого холста просто боятся интенсивно. Да, кстати, да, уже помазал, уже как бы… Да, да, уже процесс пошел. Давайте рисуем. Так, нарисовали, отлично. Прямо глаз-алмаз у вас. Так, листики мы пишем позже, ну, потом наметим. По факту. Так, теперь, смотрите, сейчас прикрепим ее в картинку. Начинаем со слабых оттенков, а именно с белых и розовых. То есть не из фона, это я для зрителя говорю, но вы это уже знаете. Так, белый. Тень сразу берем, вот эта вот зеленовато-серовата. Да, серо-зеленая что-то. Можно взять ее, этот цвет, наверное, сажать чуть-чуть. Попробуем и лимоночки с белилами. Ну, этот оттенок идет только на нижний цветок. Здесь уже такой серовато-фиолетовый, а здесь вообще розовато-сероватый будет верхний белый. Вот, да. Ну, смотрите, ну, базовый цвет можно сделать вот этот. И добавлять оттенки. А потом у него вот этот больше серого, там фиолетового. Фиолетовый даст, кстати, оттенок просто краплак-краплак с сажей, он даст фиолетовую оттенку. То есть на камере будет видно. Вот такой спокойный фиолетовый. Да. Здесь контрасты очень маленькие, то есть отношения… То есть, вот смотрите, ну, тут почти незаменно прищуриваешься и сохраняется немножко контраст, но маленький. То есть, берем неконтрастно, сравниваем через белило. Идем. Чуть-чуть разбавляем краску. Так. Вот. Краска… Холст сухой совершенно, так что можно чуть-чуть разбавлять. Работаем на смеси лайт-спирита и лака. Так, какой-нибудь вот окрыл стирольный. Процентов 30 добавляем. Можно до 50, но 50 многовато будет сохнуть. Прям уже через два часа будут вот эти лужицы, замесы будут сухие. Процентов 30 достаточно. Так. Вот так будете натирать вот эти оттенки. Желтый тоже слабо, хотя, вы знаете, он сильнее белого. Вот я про серединку лучше. Да, я поняла. Лучше первым белые, а потом внести желтые. Да. И разбавляем, но это, вы знаете, для зрителя уголочком. Вот так вот цепляем. Так мы контролируем количество вещества, жидкости. Даже хоть и с лаком, все равно не нужны излишки. Все равно лак тоже достаточно долго сохнет. Разбавитель не пускает, краска не пускает. Чуть-чуть. Можно даже фиолетовый давать оттенок. Смотрите, сделаем, ну для холода, чтобы не чисто белило, белило как бы мертвый цвет считается не очень хорошо. Вот этот фиолетовый охладим или ультрамарином, или FC, чтобы был такой холодно-фиолетовый у нас. Так, перебор. Легкий оттенок давать. Можно даже, знаете, что базовую кучку замешать. Вот это для света, например. Кстати, вот можно разбавить сразу белило, чтобы не подгонять постоянно, а чтобы он был у нас в наличии. Сейчас проверим, подходит или нет. Ну да. Вот уже… Да. Интереснее. Да. Не такой… В общем, белило, да. К белилам нужно относиться так. Это не самая лучшая краска в чистом виде. Но без нее никуда. Ну конечно. Без нее никуда. Хотя некоторые мудряются писать на цветных красках, на желтых. Угу. На светлых оттенках. Да, да, да. На чистых цветах, без охроматиков. То есть на кобальтах, на кормях желтых, на охрах. Картина темная, но очень насыщенная. Так. Мазок только по форме. Сначала тень, потом всплавляется свет. Можно помельче кисточку взять, но пока щетинка. Щетинка почему? Поскольку она тонко умеет раздавливать краску. Вопрос такой. Края цветка мы будем потом обрезанием делать? Да, да. Обрезание. Это намного проще. Да, такие вот. Чем тоньше краски, чем меньше, тем нежнее вот эти полотона перемешиваются. Переходы вот эти. Да, да, да. Легче управлять. В грубом мазке, когда в грубом письме тоже своя прелесть есть, но как бы… Ну это не пастозная же живопись. Да, это живопись обычная. Такая деликатная более-менее. Гладкая. Да, гладкая. Вот после щетины берём, после того, как поработали щетины, берём мягкую кисточку. Тоже можно. Так, старая кисть. Мягкая кисть может немножко и потолще работать, уже можно с формой работать, то есть по прожилкам. Кравешки вот эти. Не очень удобно, но вот можно именно по форме сделать мазок. И только на этом этапе более-менее что-то тут сложилось. тогда берём жёлтая. Жёлтая у нас тут какой-то кадмия. Средняя, наверное. Да, средняя. Мешаем тёмной с лимонкой. Примерно тоже самое можно добиться. Ну или поискать какого-то среднего кадмия. Тут уже можно вытаскивать на... Краски тоже немного, иначе расползётся. Вот. Да. Вытащили. И серединку... Ухрой. Да, да. Гасим ухрой или же каким-то там индийской жёлтой. Там видно не очень ярко. Теневая часть. Вот такая вот нежная заготовочка. Так. С розовым. Розовый берём. Ну, например, вот этот вот. Так. Розовый. Отдельной кистью тоже поищите потом. Кроплак. Смотрим. Да. Тут похоже на кроплаки. Мне уже так надоели. У меня уже все глаза выжгли эти кроплаки. Ну, универсальная окраска. Да. Да, да. Ну, как бы... Добавляя в разные можно добиться большого эффекта. Да. Так, тени тут не очень видно. Ну, в общем, кроплак и, наверное, знаете что? Ну, что тут можно притенить? Давайте чёрного чуть-чуть попробуем. Я думаю, будет хорошо теневая. Да. Ну, вот так. Вот так вот. Вот я для зрителя скажу, вот эти незакрашенные кусочки на омбрину, они как бы и не портят вид, может даже если где-то останется, то это будет объединяющий эффект делать более интересную работу. Белила бы, так смотрели жестко, хотелось бы все закрасить. Так, спасибо. Так, можно чуть сбить вот это и уже даже резануть где-нибудь, посмотреть на лепесток русской, чтобы потом не остаться. И отрезать, сейчас попробуем отрезать, чтобы на тональность проверить. Так, фон там, что-то внутри, что-то серо-зелено-коричневое, можно краплак мешать с травяной. Что-то такое там внутри, достаточно темное. Без белил важно. Внутренние тени, как правило, без белил. Они не серые, а степень, ну, тональность выравниваем, если это очень темно, можно взять оранжевый, охрытый же, но не белил. Вот, по-моему, угадали мы все с мозга. С краской хорошо подходят. Вот эти незакрашенные места, они не фальшивут. Так, вот тут уже нужно этот участок с белилами, явно обрезка. Тоже форму особо не повторяю, мы эту режем свою, но по мотивам, вот этими же красками. Так. 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 Кисточкой мягкой нужно резать не щетина, это важно. У щетины мохнатый мазочек, и всё будет такое мохнатенькое. Нам нужно более-менее чёткое. Потом это можно разбить, но сразу нужно. Синтетика такой не старой, чтобы она тоже не растрёпанная была. Вроде тональности нормально, то есть не разбилино и в то же время. Тот же краплак, но более тёмные оттенки. Тут явно нужно краплак подгрязнить. Сажу добавляем, можно фиолетового, можно зелёненького, тоже кстати коричневого, чуть-чуть оттенок пойдёт. Краплак можно чем угодно успокоить. Так, немножко маленькую нарисовали. Открою. Просто ваше. Так. Подкрою. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...